Рад приветствовать вас! Это телеканал «Импак» на программе «Влияние». Мы встречаемся с вами. Спасибо, что вы с нами. Будьте благословенны сегодня вместе с нами. Я предоставляю специального гостя. Михаил Андреевский у нас в эфире. Приветствую вас. Добрый день, мир вам. Добрый день. Михаил Андреевский. Вы несете служение старшего служителя в церкви Аркаид Чорч в Сакраменто прекрасном солнечном. Там есть славянская община, где вы являетесь старшим служителем. Поэтому welcome. Знаю, что, Михаил, вы несете, кроме тех обязанностей, которые у вас есть в рамках церкви, вы также несете служение учителя, преподавателя, так сказать, преподаете семинары, все, что связано с толкованием Библии, наверное, и Старого, и Нового Завета. Поэтому у нас сегодня, Михаил, будет с вами, я верю, что интересная беседа. И в основу мы, встречаясь несколько раз до эфира, мы говорили, что в основу, наверное, нашей первой встречи мы положим с кинью. Все, что связано с киньей, а эта тема близка вашему сердцу. Вы, наверное, много преподаете на предмет с киньей, и все, что связано с устройством, откуда оно пришло, почему было, чем была вызвана необходимость устроения с киньей, и прочее, прочее. Поэтому, смотрите, вот последняя глава исход. «И покрыло облако с кинью собрания, и слава Господня наполнила с кинью». И не мог Моисей войти в с кинью собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполняла с кинью. Это уже было в конце. Но в начале было что-то другое. Моисей получил указания, устройство, конструкцию, все чертежи на горе. Вам слово. Спасибо, Юрий. Действительно, очень приятно здесь быть. Я немножко о себе поменьше бы сказал, чем вы сказали, потому что... Скромность украшает человека. Я не такой, может быть, во всем, как вы сказали, тем не менее, я действительно являюсь служителем славянского служения, церкви Аркейд. И по мере возможности дара Божьего, да, преподаю там, где есть возможность. И, конечно, а скиния, которую вы сегодня затронули, это одна из самых таких, я бы сказал, важных тем, на мой взгляд. И еще много лет назад я заинтересовался этой темой более десяти лет, так более, так сказать, и глубже, и увидел, что там сокрыты великие такие откровения Божьи для человека. Дело в том, что сама скиния имеет, как бы, два таких важных аспекта – внешний, очень неприметный, и внутренний, сокровенный, особенный. Как вы уже заметили, действительно, Моисей, когда построил скинию, там была великая слава Божья, так что никто не мог не войти и не приблизиться. Но получил Моисей вот эту идею не от людей, а от Бога. Когда Моисей был на горе и получил откровение, откровение в виде скрижаль, десять заповедей на двух скрижалях, то вместе с этим он получил и чертеж или видение об устройстве скиния. Об этом, кстати, написано, вот начиная с 20-й главы исход, там есть заповеди, которые Господь дал, а с 25-й, до 25-й все пояснение, а с 25-й главы исход здесь Господь дает повеление, как сделать, да, как сделать, устроить, говорит мне святилище, я буду обитать посреди них. И вот, вот как я показываю тебе и образец скини, и образец всех сосудов, так и сделайте. А в конце предупреждение, 40-й стих, смотри, сделай их по тому образцу, какой показан тебе на горе. Можно сказать, что у Моисея не было выбора. Бог счел нужным дать человеку откровение. Ну, что можно сказать? Бог, он ни с кем не советуется. Почему Бог решил вам, мне и всем людям открыть скинию? Я уверен, что когда мы читаем, верующие люди читают ветхозаветные книги, особенно вот книги пятикнижья, там есть вещи, которые нас меньше всего привлекают. Конечно. И, кстати, к слову, неоднократно, когда моя жена, она проходит очередной раз чтение Библии сначала до конца, не так давно, она говорит, слушай, говорит, в левитах дошла там до, говорит, ну, будет ли грех, если я это пропущу? Она на полном серьезе. Я говорю, ты знаешь, ну, там вот есть такие, я думаю, что я тебе отпускаю, твои грехи, можешь этих нескольких грамм пропустить. Хотя, если есть время, ну, читай это. Ну, там действительно, там настолько все скрупулезно, настолько... А если вообще коснемся еще имен, там по именам, по поколениям, по родам, ну, там вообще, по коленам, ой-ой-ой-ой. Это очень интересно. Я слышал об одном человеке, который очень внимательно изучал имена, о чем мы сказали сейчас. И когда этому человеку, когда была женщина, верующая женщина, задали вопрос, а зачем? Это имена незнакомые, прошлые, зачем ты так вот внимательно их изучаешь, стараешься запомнить? Она сказала, интересно, но ведь я с ними должна встретиться. Я хочу с ними познакомиться здесь. Интересно. Да. Действительно, есть эти вещи, которые для нас кажутся, ну, немножко отдаленными. Ну, второстепенно, менее далекими, да. Потому что это, если смотреть с точки зрения культуры, быта и, ну, вот жизни, которая была у них, то есть вещи, которые для нас, это же тысячелетия. Это прошло примерно полторы тысячи лет до Рождества Христова, это же три с половиной тысячи лет от нашей эпохи. Естественно, то здесь, ну, что говорить. Но если увидеть смысл, увидеть верно, идею, почему это сделал Господь, и увидеть ее именно в том свете, как Господь хотел показать, то это обязательно не просто будет интересно, а это будет даже полезно, и оно будет давать жизненные силы, укреплять нашу веру. Ну, и практически вот то, что Бог это учредил в стане израильского народа, в стане израильтян, это, кстати, тоже, это, ну, это знаково. Почему? Потому что Бог не открылся каким-нибудь там любому из племен окружающим, но именно в стане израильтян. То есть, да, учреждения, то есть оттуда, из того народа, мы получили все-таки познание величия Бога. Знаете, это очень такой, можно сказать, важный и один из центральных вопросов. Избрание Израиля, и в том числе все, что касалось Израиля, мы будем говорить о Скинии, оно имело не случайное место, у Бога ничего не было и случайного. И самое главное назначение, ради чего был избран Израиль, это для того, чтобы Бог явил себя. Есть определенная опасность и даже склонность у некоторых израильтян, евреев, так скажем, как бы себя возвеличить, что мы такие хорошие, что Бог нас избрал, ему больше некого было избирать. На самом деле это не так. Это Бог такой прекрасный, он избрал самые ничтожные, самые малые. Авраам тогда был вообще потерянный человек, у него не было ни наследства, ни будущего. Он избрал безнадежного, безбудущного человека. И он из него, из этого Амберт Веллова создал вот такое величие. Это показывает величие Бога, не человека, не нации. Поэтому стоит сказать, чтобы наши братья-евреи чуть-чуть смирились. Чуть-чуть смирились. Потому что это Бог, это не они. Это здорово. Вы знаете, Мигаил, потому что в нас в эфирах неоднократно проскальзывало. У нас такой Александр Куманский здесь был, неоднократно в эфире. Хороший он, хороший Саша и прочее. Но как-то в нем нескрываемо вот это. Ну вот это они, это же они, а мы вот так сбоку, ну припеку. А это же они. Поэтому это не они, это Бог. Это Бог. Вот эту вот очень важную мысль вы подчеркнули. И я очень рад, что вы подчеркнули это. Это очень важно. Да, да. И что еще интересно. Ведь цель Бога, Израиль, это промежуточная. Цель Бога, это спасение всего мира. А спасение без Христа невозможно. 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 Нет другого имени, которым мы спасались. Мы-то о нем узнали позже, а Бог имел его изначало в сердце своем. Единородный сын, сущий в недре отчим, он явил. И поэтому, чтобы Мессии был рожден, нужен был народ. Народ это израильский. И почему Бог его называет своим народом, отделенным, святым народом. Вы будете моим народом. Вот из Израиля, из Египта, то есть, когда Бог вывел его уже после многолетнего пребывания там, Бог его вывел для того, чтобы уже начать процесс приготовления вот этого пути к появлению Мессии. И одну вещь очень важную скажу. Дело в том, что Христос должен быть беспорочным. Вот все предшествующие законы, о чем мы сегодня, если Господь позволит, продолжим говорить, они должны были указать. Это как указательные знаки на то, что произойдет со Христом. А Христос должен быть беспорочный, святой, непричастный к злу. И вы представьте себе, где, в какой семье мы можем найти такого ребенка. Кандидата. Где? Потому что, написано, все совратились, и каждый ушел на свою дорогу. Сплошное идолопоклонство. Никто не ищет Бога, так сказано. Так вот, Бог взял в себе один народ. Я, знаете, не постесняюсь такого слова. Принудительно. Принудительно. Он не спрашивал. Он сказал Аврааму, выйди. Я твой Бог. Не то, что Авраам, что ты думаешь? Он повелевал. Возьми, вступи в завет. То есть, Бог повелевал. Рассеки животных. Я заключаю с тобой завет. Почему? Потому что ребенок по имени Иисус, Спаситель, он должен родиться в такой семье, где не будет идолопоклонства. Иначе мог быть бы идолопоклонник за тем праведным. Нет, конечно. Конечно, нет. Если бы Иисус родился в семье любой, где есть идолопоклонство, либо он был бы непослушным своим детям, родителям, то есть, значит, он не делал бы то, что говорят родители, к чему призывали. Он родился в семье тех, которые знали Бога, которым Бог открыл в себя. Это израильский народ. И для того, чтобы он родился, все должно исполниться. Сбыться все. То есть, Господь приготовил этот путь и показал картину. Нужно сказать, что у людей в ветхозаветнего времени было ожидание Христа. Несомненно. Мессию ждали. А ожидание – это вера. Они верили. Помните, ты ли тот, который должен прийти. Или ожидать нам другого. То есть, это ожидание было от самого начала. Когда мы читаем о людях веры, то мы начинаем от самого Авеля. Верою Авеля. То есть, это идет оттуда. Откуда эта вера? Бог уже вначале сказал, что семя жены сотрет главу змея. Это должно произойти. И вот таким путем сначала Авель верою. Затем Енох ходил перед Богом и не стало его. Затем Ной построил ковчег. И затем мы читаем уже Авраам, а потом уже Исаак, Иаков. Потом так дальше идет. А потом дошло до нас. Дошло до нас. И я на днях беседовал со своим другом. Ему 80 исполнилось недавно. Но мы с ним тесно дружим. И мы так беседовали, долго беседовали на предмет, насколько мы счастливы и блаженны. Аминь. Что веру мы заполучили. Это не наше, это от Господа. 100%. И она же идет, как вы говорите, она же идет, а идет, тысячелетиями идет. И в числе этих счастливчиков оказался я, вы, мой друг Виталий, 80-летний. Ну и Климов тоже, хотя ему 30 чем-то. То есть, кто бы это ни был, оно дошло и до нас. Мы счастливчики. И почему-то Бог нашел нас. Хотя не менее нас, благородных, миллионы вокруг. Но Бог, как вы говорите, все благоволил к нам. Вначале к израильскому народу, затем к нам. Продолжайте, Михаил. И мы говорим о том, что Бог настолько детализировал, говоря об устройстве скини, настолько там в деталях, в мелочах. И казалось бы, ну оно к чему? Но все-таки Бог точности и иск. Не бывает ненужного. У Бога все имеет свой смысл, значение. Смой смысл. Для того, чтобы мы уже пошли наперед, для того, чтобы подготовить, как вы говорили, приход Мессии. И оно шло поступательно, постепенно, последовательно. То есть, не было все в попыхах. Конечно, внезапности не было. Не было. Бог приготовил людей. И Священное Писание об этом говорит. И вот мы говорим, допустим, об Израиле. Бог избрал Израиля. Он сказал, вы будете родом, царственным священством. До того, как был Израиль. Допустим, Авраам. Авраам, это же до Израиля. Израиль начинается как бы с Иакова. Если как по имени. До того, как был Израиль. Каким образом люди служили Богу? Тот же Авель. Или... Тот же Ио. Да. Каким образом? Знаете, все, что у них было, конечно, у них было устное. Они передавали из уст в уста. Тогда еще не было того Писания, которое мы имеем. И написано, вера приходит от слышания. Да. Это то, что они могли иметь, они передавали. Адам, естественно, передал своим детям то, что он видел. До греха падения. И как он пережил греха падения. И чему Бог его научил. Поэтому Авель делал веру и жертву. Приносил Богу и жертву. Откуда он это знал? Он по-другому не мог узнать, как только от отца своего. Что Богу угодно. И до того, как Господь избрал израильский народ, люди, главы своего, как сказать, семейства, были священники, представители. Как старейшины. Старейшины. Да. Старейшина. Это не только решал вопросы административные, политические, но и духовные. И поэтому мы замечаем, что в то время на Востоке, и вот уже позже и в Израиле, была большая борьба за первенство. Первородство. Первородный – это не только глава поколения, но и представитель перед Богом. Он имел особую честь предстоять перед Богом, быть наследником духовного богатства. То есть он имел особое благословение, привилегию. Привилегию. Вот это то, что мы бы назвали священником. Почему Яков, мы уже переходим к евреям, почему Яков так боролся за это? В то время, как Исаак, его брат, хотя они близнецы, но один старший, пренебрег. А что мне в этом? А Яков боролся. Он не получил материального благословения. Он хотел Бога. Он хотел быть наследником того, что имел его дед Авраам, его отец Исаак. Казалось бы, двое близнецы росли в одной семье. Один стремился к чему-то, а Исаак не уразумел это. А этот уразумел. Хотя очень интересно. Они жили, написано, в шатрах. Еще Авраам жил при Исааве, Якове 15 лет. Они жили со своим дедушкой. Вы представьте, что если бы у нас был бы дедушка, который с Богом разговаривал. Конечно. Было бы интересно, но написано, что Иаков был живущим в шатрах. Точно. А Исаав в поле. Его не удержишь. А ведь дедушке что, хочется передать? Кому передать? А вот здесь манучок, который в шатре рядом с дедушкой. Поэтому я бы пожелал всем, не оставляйте своих дедушек и отцов, пока у них есть багаж. Чем наделить вас? А вот смотрите, Михаил, такой интересный вопрос, кстати, по теме. Написано, что я Иакова возлюбил, Исаава возненавидел. Оно, оно, во свете вот этой мысли, что вы сказали Авраама и его отношения с Иаковом в шатре, во свете этой мысли Бог не просто так взял и возненавидел Исаава. То есть, Бог то видел наперед и видел сердце Иакова, которое было прилеплено к дедушке, как вы говорите. Потому что, если вырвать из контекста мысли и говорить, что вот написано в одном из пророков, говорит, я Иакова возлюбил, Исаава возненавидел, это говорит о предопределении, опять пахнет кальвинизмом, делай, чего не хочешь, то есть, что не делай, все равно будет так, как Бог уже определил, если вот он возненавидел, значит, все, это была участь, уготованная для Исаава, еще прежде создания мира. Но это же не так. Ну, здесь изначально нужно понять такую вещь, что понятие возненавидел у Бога, Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Ну да. Когда мы по-человечески оцениваем это слово возненавидел, у нас сразу это теневое, такой негативное. Точно. А у Бога не может ненавидеть. Если смотреть как бы в контексте, слово возненавидел означает, Исаава возлюбил, поставил на первое место, Иакова, то есть, простите, а Исаава на второе место. Да, потому что об Исааве у него тоже было свое благословение, если мы читаем в истории. Это точно так, как, помните, Господь сказал, кто не возненавидит отца или мать, то есть, это не в смысле ненависти вот такой, который дышит злобой. Убийственная. А это как бы что-то поставить на первое место, или кого-то, вот как Христос сказал, если кто возлюбит меня, да, и возненавидит отца и матери, тот, значит, правильно, или наоборот. Вот. Хорошо. Поэтому, вот, вращаясь к Скинии, вот оно и шло, оказывается, оно не просто так появилось уже, оно шло, как мы говорим, и от Авраама, потом через Иакова, оно шло, 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 пока не дошло, и к Моисею не дошло. А вот те же Авраам и предыдущие перед ним мужи веры, они же совершали служение Богу. Уже совершали, конечно, даже без Скинии. Без Скинии. Вот в чем вопрос, что Богу, чтобы служить, не нужна была Скиния, а нужен был жертвенник. Точно. Они сооружали жертвенник имени Господа. Дело в том, что когда люди отступили от Бога, то каждый уклонился к своему Богу. Люди стали поклоняться чему угодно, творению, и одушевленным, неодушевленным вещам, и того, что на небе и на земле. Поэтому Господь сказал, когда давал заповеди, «Я Господь Бог». От слова «Я Господь Бог», то есть других богов нет. «Я Господь утверждает свое, единственное, нет другого кумира, никакого не сделай, не сотвори». Это как раз предшествует тому, прежде чем дать Скинию, Господь проразглашает заповеди. Десять заповедей. «Ими Господа Бога не употребляй напрасно, не произноси». То есть все, что Бог говорит, «Чти день Господень» и так далее. Все-все-все заповеди, все, что Бог говорит, это говорит о том, чтобы человек обратил свой взор к Богу. Если он такой Бог, если он то, что создал, зачем же поклоняться творению, когда можно поклоняться творцу? Это самая главная идея. И когда Господь дает заповеди Моисею, вместе с этим он показывает путь, где произойдет встреча. Дело в том, как мы уже заметили, раньше люди в отдельности приходили, вот, будь то Авраам или тот же Ной, они как главы поколений, они приводили свою семью. Это так. То есть они несли ответственность за свою семью. Позже главная цель Бога – достичь того, чтобы каждый человек мог прийти, независимо, каков его папа, какова его мама, открыт, чтобы был к каждому путь. Вот в Скинии есть определенный открытый замысел Божий, где и как человек может встретиться с Богом. Если мы посмотрим на Скинию, здесь у нас на экране высвечивается образец, но внешне она выглядит, как, как сказать, походная палатка. Или шалаш. Шалаш. Да. Походная. Само слово Скиния. Скиния определяла не только что-то святое, а как жилище. Вот такое, временное. Потому что надо было собрать, быстро идти дальше. Оно же было для этого предназначено. Надо было бродить по пустыне же. Да. Поэтому внешне оно выглядело так. Но ее назначение и элементы, они имели свое духовное вечное значение. Во-первых, смотрите, здесь сказано, смотри, сделай все по тому образцу, который показан. Это интересно. Для того, чтобы построить Моисею Скинию, он увидел что-то. Апостол в послании к Евреяму уже позже пишет истина из Скиния. Он увидел истину, настоящую. Он увидел то, что сокрыто от нас человека. То святилище или то жилище, где пребывает Бог. И Господь ему говорит, вот то, что ты видел здесь, построи это там. Ну, понятно, есть такие вещи. Вы думаете, визуально Бог показывал ему или это было в чертежах, на каменных скриках? Как это было? Как вы думаете, допускаете мысль такую? Можем, так сказать, уклониться, пофантазировать. Я думаю, это было так, что он, скорее всего, он как бы прошелся по этому. Вот как Иоанн увидел город. Золотые улицы, ворота, дерево. Он как бы прошелся по ним. Он как бы в духе. У Моисея, вероятно, было от Бога данное такое дарование, способность увидеть и запечатлеть это. Почему Бог говорит, смотри, сделай все так, как тебе показано? Да. Значит, он это оставил в памяти. Хотя оно там было в масштабах, было великолепно. Он это оставил в памяти. Он увидел все. Нужно было это уменьшить и сделать, можно сказать, макет, может быть, уменьшенную копию. Копию. Уменьшенную копию сделать. Но точно по образцу. Когда мы придем на небеса, вероятно, мы увидим ту славу, которую видел Моисей. И мы удивимся, как же мы не замечали вот ее здесь, когда смотрели. Смотрите. Действительно, для чего все это существовало? Для чего? Если посмотреть на это место, на скиню, то главное назначение, чтобы пришел человек с обремененной грехом душою и получил облегчение. Конечно, кто эти люди грешники? Все. Включая тех же самых евреев. Вот об этом мы и хотим сказать. Именно Господь им показывает, что вы первые нуждаетесь в том, чтобы ваша душа была очищена. Встретиться, жить с Богом нельзя, имея в себе грех. Бог не терпит греха. Грешному человеку нельзя видеть Бога и остаться в живых. Поэтому Господь зовет, открывает вот эти ворота. Это скинь, это шалаш, который окруженный. Знаете, в те времена это все измерялось в локтях. Это 100 локтей на 50 локтей. Это примерно 50 метров на 25 метров. Ну, такие размеры. И вот здесь двор, в котором открыты ворота, так сказать, завеса. И при входе стоит медный жертвенник. Для чего? Для принесения жертв. На жертвенниках всегда были две вещи. Самое первое – это имя. Кому посвящен этот жертвенник? Это обязательно. То есть человек, принося жертву, прежде всего знал, кому принадлежит жертвенник. Этому богу принадлежит и жертва. Точно. Если это был догон, значит, это тому истукану. Аминь. Это очень важно. Имя – это своего рода как бы представительство. Вот здесь представлен бог, а здесь представлен человек. Знаете, что интересно? Ведь люди приходили, принося в жертву животных, которые Господь определял. Овечек, кос, агнсов, валов в других случаях. И люди приходили, и каждый человек, когда приходил, чтобы принести жертву, он должен принести свою жертву. То есть жертву, которая выращена им. Вот этот ягненок, который взят, и перед тем, как он был отделен, он живет в их доме. Это как, который становится им близким, дорогим. Самое дорогое. Самое дорогое. Особенно, если дети из семьи, они привыкают. Он становится как член семьи. Они его обнимают. Знаете, как вот даже вот такие животные, котята. Они же жили через перегородку. Это не так, как... Но когда, вот даже мы читаем пасхального агнца, если приносили в десятый день, то есть в четырнадцатый день, а в десятый надо взять его к себе домой. Вот эти последние четыре-пять дня он находится в доме. Вообще привязывал в сердце. В сердце привязывал. А ведь к тому же он еще маленький. До года. Это еще такой игручий, да, или как сказать? Конечно. Он такой милый, безобидный, беспорочный. Он становится как часть семьи. Оторвать от себя. Оторвать от себя. И причем не просто оторвать, а осознать, что вот эта жертва, этот невинный становится жертвой за мою. Господь так определил, что возмездие за грех. То есть ассоциировать этого со своим грехом. Со своим грехом. Ассоциировать. Вот это сильно. Это сильно. Вы знаете, интересно, вот если в истории, как бы в Библии об этом не написано, в истории есть интересный случай, когда человек приносил жертву, для того, чтобы не перепутать жертвы, ведь мало ли, пока он туда и дойдет, ведь эти ягнята-то, они один идет, другой где-то могут перепутаться. А священник задаст вопрос, а твой ли это ягненок? Интересно. Он задаст вопрос конкретный. Ты не мог его где-то взять, у соседа взять? Это должен быть свой, из первородного. То есть это порядок такой был, что священник должен был задать вопрос. Твой ли. И в практике существовало такое, для того, чтобы это не спутать, человек, идя на жертвоприношение, он же издалека идет, из разных мест, он обивал жетон, медный жетон, где писалось имя или фамилия человека, семья человека. И когда, если вдруг где-то чего-то, жетоны смотрели, чей-то, человек не мог, священник смотрел на жетон, чьего имя там написано, ага, ну, допустим, Иванов. Ну да. Хорошо. И когда этот исповедуемый, который приносил жертву, он исповедовал свой грех, приносил жертву, нужно сказать, что мы предполагаем, что жертву приносил священник, человек приносил жертву. Священник только брал кровь, покраплял на жертвенник, на этот медный, а кровь стекала через руки человека. Священник в чашу собирал, часть выливал у подножья жертвенника, покраплялся седьмикратно. И что интересно, когда священник брал вот это уже тело мертвое и клал на жертву, жертва сжигалась, священник возвращал этому человеку вот этот медальон. Интересно. Это исторически-то? Да, да. Медальон, где было его имя. Вы знаете, что получается? Как бы он пришел грешный, уходит освобожден. Вы помните, что случилось с Иисусом? Когда Иисус Христос висел на кресте. Вот во всех культурах существовало, когда была вот такая публичная казнь, обязательно напись, означающая вину. Точно. Везде. Где-то это вешали вот здесь на дощечке, где-то над головой, как мы читаем. Когда, ну, по настоянию священников, ну, у нас будет записание, Пилат этого не хотел. Написал. Написал, да. И приходит первый священник и говорит... Неправильно. Неправильно написано. То говорит, что написал, то написал. И что он написал? Должна быть написана вина. Да. А там же вины не написаны. Не написано. Священник говорит, напиши, что он говорил. Да. Вот тогда будет вина. Ну, да. Он как бы себя на царя иудейского, да, претендовал быть им. Он говорит, не пиши, что он царь иудейский. Что написал, то написал. Иисус беспорочный. Но по-настоящему он умер, во-первых, за народ свой. За народ иудейский. Почему? Потому что они же его, во-первых, иудеям. А затем иелином. А затем иелином. Потому что в этом, заключается Евангелие, пришел он для того, чтобы спасти своих. Да, да. И когда Иисус висел на кресте, он просил за них, отец, прости их. Он имел право. Он умирал, как агнец. Вот этот медный жертвенник, он символизирует величайший подвиг Христа. Без подвига Христа мы не имеем права дальше продвинуться к Богу, чтобы не принять. Никто не приходит к Отцу, как только через меня, говорит Христос. То есть в Скинии, вот смотрите, если наши зрители, я думаю, видят, вот сейчас нам Виталий покажут. То есть жертвенник, который мы видим, оно чуть-чуть так вот, как сумел этот художник изобразить. То есть первое, с чем встречался при входе, это жертвенник. И жертвенник, с одной стороны, был доступен всем. Без исключения. Без исключения. Даже если придет из другой страны. Любой человек все равно имел право прийти к жертвеннику. Вот дальше жертвенника, там было ограничение, никто не мог пройти, кроме определенных людей. Поэтому Христос как говорит? Придите все. Бог зовет всех. Понятно, что участвуют жертвоприношения двое. Тот, кто приносит жертву, и священник. Как предстоятель. Как предстоятель. Как предстоятель. Представитель Бога с Божьей стороны. А священник это интересная личность, как мы говорили, что до этого Господь принимал жертвы от людей, от обычных людей. И были представители этой главы семейства, старейшины, старшие. После того, когда было совершено идолослужение в Израиле, когда они сделали литого тельца и поклонялись ему, Господь отверг первенцев. А до этого первенцы, они были как представители перед Богом. Вы помните, ведь когда совершался суд в Египте, то Господь совершал суд над богами и над Египтом. И что интересно, в истории Египта у них было множество богов. Вот все те казни, которые были совершены, допустим, над водой, вода в кровь превратилась, да, там, мошкара, да, там, пёсхи мухи, затем, там, солнце померкло, тьма, вот. Все-все казни, их саранча, все казни, которые проходили, это были элементы, которым поклонялись Египте. И последняя казнь, это была над фараоном. Первенец у них, в Египте даже первенец имел превосходство. Не только фараон, но и первенец раба. Он был уже старшим над рабами. Вот такое у них было почитание. Когда Господь говорит, я совершу суд и над богами, и над Египтом, чтобы знали, кто есть Бог. Ну, в Израиле это оставалось до определенного времени, но вот эту культуру египетскую они у себя оставили в сердце. Почему они стали поклоняться богам, да, ну, прежде всего, тельцу. И тогда Господь выбирает себе отдельное колено. Сыны леви. В тот момент, когда Моисей сошел с горы и увидел иглу поклонства, он сказал, кто Господень ко мне? И пришли сыны леви. То есть, это были люди, которые больше ревновали о Боге. Вот откуда они были избраны. Вот им. Не с потолка. Нет. Не с потолка. Бог видел их сердце. А как это появилось? Пути Господни неисповедимы. Да, да, да. Возможно, я скажу, возможно. Дело в том, что сам Моисей, он был из колена левида. Это очень интересно. Возможно, вот есть такие вещи, которые мы порой не замечаем. Посеянные слова. Вот один отец так воспитывает своего сына, другой так. Мы порой не замечаем, на что обратить внимание. Возможно, леви больше обращал своих внимания на то, чтобы они тянулись к Богу. Он не знал об избрании, что они будут священниками. Вот заложил. И Господь увидел, когда произошло это идолопоклонство, именно сыновья леви первые пришли. Они не были в числе идолопоклонников. И Господь теперь говорит, вместо первенцев я избираю их. То есть это вы видите, какое избрание? Да, да, да. Очень интересно. Это интересно. Это даже мне интересно. Я более чем уверен с нашим зрителем. Друзья, мы встречаемся, я в эфире с Михаилом Андреевским. И я думаю, что вы получаете благословение от нашей беседы. Смотрите, Михаил, а вот как мы читаем с 25-й вплоть, наверное, до 31-й главы, здесь же в исходе, Господь говорит, я дам мудрость. И Он перечисляет тех людей, которые будут работать на устроением этой скини, сооружением. И, кстати, если мне память не изменяет, вы меня поправьте. Бог дал конкретное... Имена. Да, именно это да, мы сейчас к этому перейдем. Но конкретное число материала, из которого должно быть или 15, или 17 материалов, Бог назвал, из какого материала, что это материал, для чего он предназначен, или 15, или 17 точно, где-то вот в таких пределах. Там и какое железо, и какое дерево, и какой материал, и прочее, прочее. То есть там все скрупулезно. Все в деталях. А вот то, что Господь говорит, и я вложу мудрость. И Он перечисляет имена. Из чего, снова фантазируем, из чего Господь исходил? Просто так Он дал мудрость? Или тоже что-то предшествовало в жизни, в поведении, может быть? Может быть, в семье этих людей, чтобы Бог заметил их и говорит, я им мудрость дам для того, чтобы они делали эскин. Это интересный вопрос. А ну-ка. Мне кажется, что, ну, когда Бог смотрит на человека, Он не смотрит, как будто Он с ним встретился первый раз, как мы сегодня со зрителями. Потому что мы люди, да. Он-то Его знает наперед. Вот, допустим, того же Моисея, да? Господь его избрал, говорит, Моисей, сними обувь там, да? Да. И потом, говорит, я тебя посылаю. Это не первая встреча с Моисеем. Ну, да. Бог его видел еще тогда, когда он был младенцем в корзинке, куда мама его положила. Бог видел еще раньше его. Он написано, избрал прежде сознания. Ну, да. Получается, что Он его, как и этих людей, Он их готовил. По поведению узнают, наверное, характер ребенка. По поведению. Что интересно, видимо, когда они росли, когда еще жили в Египте, они же все вышли из Египта. Ну, да. Они занимались этим, ну, ремеслом и не подразумевали, что Бог наблюдает. Что Бог наблюдает. Бог положил глаз на них. И они будут участвовать в великих делах. Вы понимаете, это очень важно. Действительно, здесь перечисляется, кстати, это прям начинается здесь, в 25-й. С 25-й. Смотрите, Михаил, так, вот если мы перенесим, перенесемся в плоскость нашей сегодняшней действительности, точно таким образом не появляется же служитель ниоткуда. Сто процентов. Ну, Бог же ж ложит что-то. У кого-то прародители, может быть, у кого-то, глядя на поведение, к чему глаз наклонен, ухо к чему это преклоняется, руки, так сказать, ну, над чем работают. И Господь же смотрит, смотрит, смотрит. А оно, если говорим о служителе, видно, Господь выбирает священство для служения в новозаветной церкви. Насколько человек прилеплен, наверное, с юных к молитве, к слову, к послушанию, к смирению, к богоисканию. Это очень важно. Это очень важно. Оно же ниоткуда. И вот смотрите, как-то у меня была беседа с одним из служителей. Он говорит, брат Юра, у нас выбрали, в церкви у нас выбрали служителя, который является сыном пастыря. Ну, и старший пастыр, он уже в годах, он приготовил своего сына для замены. И говорит, вот, ну, некоторые из наших не согласны, как это так, зачем это родство. Такая преемственность. Да, 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 преемственность священства. А я говорю, обожите, а что в этом плохого? Ну, что, если этот наследник престола, будем говорить в кавычках, если он достоин того, по качествам, по характеристикам, по поведению, по прилежности, по богопочитанию. То есть, почему бы и нет? Почему? Если он, глядя, если он рос в здоровой, нормальной, крепкой, богоугодной семье, кем был его отец, ну, папа, будучи служителем старшим, так понятно, что чадо, оно же будет следовать примеру. В американцев это нормально воспринимается. В нашей среде славянской это воспринимается чуть ли не в штыки. А, да, да. Вроде как бы своих, да? Да, вроде как бы своих, но были же некие вехи, которые привели человека к тому, что на сегодняшний момент он достоин того, чтобы народ сказал, вот этот будет, так сказать, наследовать престол. Продолжайте, Михаил. Ну, если мы вспомним, допустим, того же Саула, да, или Савла, который стал Павел, да, мы знаем, что Бог его избрал и для особой цели, но, тем не менее, был путь его, но он не просто где-то ходил, извините, шалтай, болтай, да, он воспитывался в ногам Илеила. Он воспитывался в учении, наставлении закона, по правде закона непорочен. То есть он воспитывался вот в понимании Бога так, как они тогда понимали. И Господь, он видел его, вот даже те способности или те знания, которые он получил вот в иудействии, они были использованы для того, чтобы таким образом открывать. Никто, как апостол Павел, он так не мог хорошо объяснять, да, апостол, допустим, те же рыбаки были, да, Петр и прочие, Иаков, Иоанн, они в основном все были рыбаками. Они знали Иисуса, но они не знали так глубоко священное писание, чтобы объяснять, допустим, апостолу, поэтому ему принадлежит много посланий. Он мог так детально объяснять, связываясь с ветхозаветними, по деяниям Христа, будущее, как даже Петр вынужден признать, говорит, он имеет чрезвычайность откровения. Эта чрезвычайность не просто как озарение, а это в том числе, но это было как постоянный труд. Помните, он к Тимофею пишет, говорит, вера в тебе, да, она была раньше у бабушки Лаиди, у мамы Евники, нелицемерной, надеюсь, она и в тебе. То есть, это вот имеет свое тоже значение. Но это не главное значение, но имеет большое значение. Имеет большое. Вот точно так как и... Это определяющее. Да, определяющее. То есть, возвращаясь к Скини, о чем мы говорим, да, что Господь усмотрел конкретно, знал кого и почему поставить, и что он сделает или не сделает, потому что Господь наперед видел их жизнь. Сто процентов. И что интересно, если мы уже об этом начали говорить, смотрите, самих, допустим, Моисей и Арон, это же два родных брата. Да. Мы бы сказали, ну, что свои, да? Ну, да. Один имеет такую духовную власть, другой, можно сказать, такую политическую власть, да, руководитель, да, как царь, он называется во второзаконе царь Израиля. Да. Вот. И можно сказать, ну, что вы там вдвоем взяли власть, да? А на самом деле, если посмотреть внимательно, как воспитывались они? Знаете, следующие люди веры, после Иаква, идет Иосиф, а потом идут родители Моисея. Точно. Не убоялись написано царского павильня. Причем, что очень важно, написано родители, ни один родитель, ни отец, ни мать, когда вера в двух такая сильная, непоколебимая, нелицемерная, это большой заклад в жизнь детей. Оттуда и берутся Моисей и Арон, оттуда. Это великое дело. Это сильно сказано. Да, это очень важно. И поэтому неудивительно, что там есть Моисей и там есть Арон. Там и Мариам чуть-чуть где-то. Да, 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 она тоже в числе пророчеств, она, можно сказать, вся эта семья, она от родителей. Это Божий замысел, Божий замысел. И затем, когда Господь говорил вот эти все элементы, да, это не случайно было, потому что Бог знал, у вас все элементы, из которых была сделана скинья, они имеют свои символы, например. Вот вы знаете, Михаил, вот вы это говорите, мы настолько бегло это проходим, а вот то, что имеют свои символы, наверное, и в дереве, и в золоте, если жертвенник, если он золотой, чуть-чуть серебряный и какой, и медный, да, там же символы и в золоте, и в серебре, и в золоте. Если говорить с практической стороны, здесь ведь Бог, он премудрый, конечно, медный жертвенник, а он, медь, это верхняя сторона. Все, что было в скине, было сделано из дерева сетим. Это акация. Где они взяли акацию, в пустыне ли? Ну, это не такое большое сооружение. Либо каждый из них что-то вез с собой. Понятно. Всегда, когда они выходили, у них же повозки были, какие-то там вещи, которые они с собой везли, где-то хранили что-то, то есть у них были какие-то вещи. Либо они в пути это приобретали. Акация – это очень твердая порода, вот это дерево сетим, но ее нужно было обложить. Медь – это термостойкий металл. В то же время он всегда являлся символом суда, суд, то есть, да, это огонь, медь. Когда она раскаляется, да, она вот, медь, она становится таким, что, да, как огонь сам горит. Но она в то же время сохраняет, она имеет два смысла – сохранить, чтобы этот жертвенник не распался на следующий день. И в то же время показывает значение, что совершается суд. Вот, кстати, когда вот на тех овечках был жетон, о котором я сказал, был медный жетон. Медный. Это имеет свою символику. Порою мы что-то видим и не замечаем, точно так, как цвета. Например, цвета, которые были сделаны в скине, это был пурпуровый цвет, это был червленый, то есть красный, это был голубой и белый. Причем вот эти три первых цвета – это шерсть, а последний – это весон, то есть лен. Белый, белый, да. Белый, лен. И нужно было соединить шерсть с леном. Почему там нужны были мудрые, искусственные люди? Это же дело имело в виду шерсть, медь, дерево, золото, серебро. Какое-то сочетание такое. Это все нужно было сделать, и просто так, как сказать, человек, который не имеет в этом ни понимания, он не мог это делать. Знаете, есть люди, которым от природы дан какой-то особый дар. Я, например, знаю одного человека, который, мне пришлось с ним встретиться. Вот вызываем специалистов, специалистов, которые имеют дипломы, говорим, нам надо сделать вот это, вот это. А вы нам дайте идею. Если бы у нас была идея, вы бы нам не нужны были. Да, да, да. Мы вам деньги будем платить. Других то же самое. Приезжает один брат. Походил день. Может, и не специалист. Он не специалист в этом. Говорит, слушай, я понял, как надо делать. Даже были такие случаи, когда вы приглашали в такие большие города, вот завтра нужно, там, открытие, допустим, церкви, чего-то не хватает, или кто-то что-то испортил перед открытием. И вот он за ночь получает вот такое понимание. Мы потом смотрим и говорим, как это возможно? Я не буду называть его имя. Как это возможно? У него есть это понимание. Вот эти были люди, которые видели, понимали, как сделать, как соединить шерсть с сяльном. Как сделать, там же литые вещи были. Там же вещи были, которые все, все, что касалось скинии, потом уже мы будем говорить о других вещах, начиная с жертвенника и туда в глубину, во святой и святых, они каждой написаны искусной работой. Слово искусно, а слово искусный. То есть это особый вид работы, как мы бы сказали, там, даже не профессиональный, даже не высокий профессиональный, а искусный. Это шедевр, каждый из этих вещей был шедевр. И вы знаете, вы знаете, я вот вас внимательно слушаю, вот, и я вспоминаю историю даже вот нашего служения, историю нашего служения. Когда оно начиналось, требовался нам специалист, который все это, это же 24 часа идет, и эти все системы вместе надо было настолько соединить, а оно все сейчас цифровое, компьютеризированное. И мы вышли на этих же специалистов, американцев, они нам сотни тысяч долларов попросили только, чтобы соединить провода. Сотни тысяч, не сто и не двести тысяч, а намного больше. А я думаю, а вообще, так кто это только соединить эти провода? Я смотрю на них, мы в Лос-Анджелесе встретились, они говорят, нет, это не соединение провода, это здесь надо знать. И вы знаете, со мной был мой благословенный друг уже 30 лет, мы с ним, нашими семьями дружим хорошо, Юра Москаленко такой. Многим зрителям это ничего не говорит. И вы знаете, после таких встреч с американцами, а до этого мы с ним вдвоем собрались, я поделился, что Бог дает видение сделать круглосуточное глобальное телевидение. И встречались с этими американцами, после того, как мы сели в машину, я говорю, Юра Мойческо, говорю, Юрик, слушай, они попросили больше миллиона долларов. Говорю, соединить это все, вместе взять. И он видел мое переживание, мы сидим, едем, он говорит, я вижу, что ты приуныл. Я говорю, слушай, ну откуда такие деньги? Это был 2003 год, 2003 год. 15 лет назад. Да, 15 лет, это только идея пришла. Еще даже ничего не воплощалось, никого, ничего, даже имени еще не было импакта. Название «Импакт» пришел через несколько лет после этого. Он посмотрел на меня, так взял меня за плечо, говорит, Юрик, не волнуйся, мы сделаем без них. Я так посмотрел на него, ха, ты что, ну. Но этому что-то предшествовало. Он окончил один университет по компьютерной технике, второй университет по компьютерной технике. На сегодняшний момент он один из ведущих специалистов на Майкрософт. Знаете, Майкрософт знаменитый, да? Вот его область – это Surface, это эти компьютера он делает. То есть, я к чему? Господь готовил, и ему взяло год, он сидел, исследовал. Это не было его телевидение, не было его, но он исследовал, изучал. Он делал это 10 месяцев здесь, в Сакраменто. Прилетал постоянно с Сиатла, мотался на самолете постоянно, каждую неделю. И 10 месяцев он сидел, 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 сидел. И я только восхищался. То есть, это в тему о чем? Что Господь готовит таких людей для определенных целей. Они не взялись просто ниоткуда. Люди прилежные в своем деле, в своей области, в своей части, в своем служении. Они прилежны. И Бог, наблюдая за этим, Он вознаграждает этим. 100%. Продолжайте. Я вспоминаю, в одной церкви, как-то я слышал молитвы, собрались люди на молитвенное собрание, ну, обычные нужды, какие нужды, да? И одна сестра молится, говорит, Господи, так хочется, чтобы в нашей церкви был хороший хор, другая говорит, оркестр. А после молитвы я спросил у сестры, а ваши дети и внуки чем занимаются? А вы их направили уже учиться, чтобы быть музыкантами? Откуда оркестр появится? Это не то, что вот человек, а, иди, ты будешь играть на дубке, а ты на свистке. И заиграл. И вы играли, да. А ты на барабане, а ты на инструментах. Нет, так не получается. Нет, так не бывает. Например, Господь его видел, а он там воспевал Господа, он там воспевал, о нем особый рассказ. Но он то же самое, по такому же образу. Он где-то был, а Господь его видел. То он начинал, наверное, петь где-то там у стада, у овцев пел. Первые слушатели были овцы. Овцы пел, да. Но пел-то он для Господа, для Господа. И там он развивался, поднимался, и Господь видел его сердце. А затем мы видим основные псалмы, словословящие Бога, псалмы Давида. И он построил это все храмовое прославление. До Давида этого не было. Это можно сказать, что, если говорить дальше о Давиде, что Давид, он, ну, сделал реформу храмового служения. Тогда не было такого храма, как потом был. Потому что до Давида не было вот этих хоров, этих музыкантов. Нигде мы не читаем. Только Давид устроил. Вот это был дар от Бога. И он сказал, а почему бы это не сделать для Бога? Богу нравится это. Если я один пою, Богу это нравится. Да. А если будут петь сотни? И он их обучал. Специальные школы были. Это все монохония в Библии. И вот то, что касается и устройства скинии, Бог заранее готовил этих людей. Моисею одному он дал ответственность увидеть. Ну, представьте себе, видит один, а делает другой. Как это нужно оставить? Мы знаем, что Моисей был научен всей мудрости. Моисей тоже был подготовлен 40 лет в Египте. Он прошел в высшие, можно сказать, школы. Он по всей мудрости египетской. И он мог передать. Даже если человек неопытный, допустим, увидел что-то, а пересказать не может. Он мог передать в точности. Для чего? Как? Какие формы? Какие размеры? Поэтому Господь ему сказал, показал. Он это все оставил глубоко в своем сердце. Возможно, да, он и записал. Хотя, когда он был на горе, он не записывал на горе. Он же принес это глубоко в своем сердце. И принес. И вот Господь говорит, вот теперь вот это сделай. И когда мы видим вот, да, открытые ворота. Знаете, это очень интересно. Когда только что расстался человек с Богом, когда грех вошел, Бог задал первый вопрос человеку. Где ты? Мадам, где ты? Где ты? И мне кажется, вот у этих ворот звучит этот вопрос. Где ты? Бог со стороны святилища взывает к человеку. Первым иудеям. А потом иерем. Где ты? И этот зов, это не потому, чтобы показать. Иногда мы слышим такие идеи. Вот Бог спросил Адама, где ты? Чтобы Адам увидел, где он. Да, есть такое. Я думаю, что здесь, скорее всего, Бог вызвал к нему Адам, где ты? Зов, приди ко мне. Я тебя ищу. Ты где, Адам? Я тебя ищу. То есть, на этой ноте мы окончим. И скинье было это место встречи Бога с человеком. Это потрясающая тема. Это очень интересно. А если она еще излагаема в такой форме, в форме беседы, это двойное помазание на нас. Да благословит Господь. Да благословит Господь. Друзья, мы будем встречаться с Михаилом Андреевским. Слово я оканчиваю. Как и всегда, Иисус Христос безмерно любит вас. Будьте благословенны, оставайтесь с нами на импакте. И всего вам хорошего в вашей жизни, в вашей семье. Всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»